У Донбасса, в поселке Искатели, уже третий месяц работает пункт приема гуманитарной помощи. Здесь рады любой вещи, которая станет настоящим подарком жителям украинских республик. Несут детское питание, средства гигиены, зубные пасты, мыло, медикаменты. Крупы, продукты, консервы, сладости. В одном из кабинетов здания бывшей администрации поселка Искателей тесно. Повсюду заклеены скотчем коробки и пакеты с надписями. В них – небольшая материальная помощь жителей Ненецкого округа Донбассу. Акция «Поможем всем миром» – идея выходцев из Кубани и Дона. Недавно они создали общественную организацию «Пустозерские казаки». Надо, если кому-то неудобно, мы можем и домой приехать забрать. То есть на дом. Ну, информация есть на баннерах. Там в город, как въезжаешь с моста, вот тут с правой стороны висит баннер. Ну и тут по Искателям у нас тоже баннеры висят. Когда люди узнали о добровольческой акции, кабинет стал работать ежедневно. Его на время безвозмездно предоставила администрация поселка Искателей. Принесенные вещи сортируют и раскладывают в коробки и пакеты. Организаторам помогают волонтеры шестой школы. Помимо предметов первой необходимости и продуктов приносят пилы, молотки, инструменты. Это помощь местных предпринимателей. Привезли крупы, консервы, чай. То есть самое необходимое, что понадобится нашим друзьям на Донбассе. Вот из ваших знакомых предпринимателей есть ли такие, которые тоже привозили что-нибудь? Да, да, да. То есть кто-то привозил, кто-то еще подвезет. То есть будут, товарищи наши будут. В начале августа из Нарьянмара стартует КАМАЗ в направлении Донбасса. Казаки своими силами планируют доехать до центрального приемного пункта в Ростове-на-Дону. Затем груз передадут знакомым для раздачи населению. А пока кабинет открыт для всех желающих. Здесь будут рады и хорошему слову, и полезному делу. Валентина Чибич, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».